Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами читаем книгу Тавита, пятая глава. В предыдущих главах рассказывается о том, что Тавит, благочестивый еврей, был уведен в плен. Он в плену ослеп, несмотря на свое благочестие. Он страдает от этого. Он молится, он зовет своего сына Тавию и отправляет его, враги медийские, за тем, чтобы он забрал 10 талантов серебра. Огромную сумму. Что интересно, в первых главах речь идет от первого лица, от лица Тавита. А вот с пятой главы речь уже идет в третьем лице. Но это понятно, потому что сейчас главный герой станет не Тавит, а Тавия. И если так читать эту книгу, что все-таки книга, скорее, книга о Тавии, а не о Тавите. Но давайте мы начнем читать и разбираться, как развивалась история дальше. И сказал Тавия в ответ ему, отец мой, я исполню все, что ты завещаешь мне. То есть я пойду в этот город и заберу это серебро. Но как я могу получить серебро, не зная того человека? Тогда отец дал ему расписку и сказал, найди себе человека, чтобы сопутствовать тебе. Я дам ему плату, пока еще жив, и ступайте за серебром. Значит, зачем нужен компаньон в эту дорогу? Дорога очень длинная. Естественно, легче идти в компании, легче защищаться. Ну и если будут какие-то невзгоды, второй человек поможет. Ну и этому человеку еще заплатят. И пошел он искать человека и встретил Рафаила. Рафаил – это ангел, который был послан от Бога по молитве Тавита и по молитве Сары. И тот и другой страдали, и вот они встретились. Понятно, что Рафаил, когда явился, он явился как человек. Ну и, кстати, так задумайтесь, как мы представляем ангела? Юноша с крыльями. Но в священном писании нигде не говорится, что ангелы были с крыльями. Крылья – это просто образ скорости. Крылья, которые летают, переносятся. Здесь человек, и вот эта история о том, что являются ангелы в виде людей, ну, она встречается в Библии неоднократно. Давайте вспомним историю с Авраамом, историю с Лотом, историю с Маноем, отцом Самсона. И вот здесь еще одна такая история. Это был ангел, но он не знал Тавия. И сказал ему, можешь ли ты идти со мной, враги медийские, знаешь ли ты это место? Ангел отвечал, могу идти с тобой, дорогу знаю, я уже останавливался у Гаваила, брата нашего. И сказал ему Тавия, подожди меня, я скажу отцу ему. И тот сказал, ступай, только немедли. Он, придя, сказал отцу, вот и нашел себе спутник. Отец сказал, пригласил ко мне, я узнаю, из какого он колена, и надежный ли спутник тебе. Ну, конечно, мы не знаем, как они там поняли, что, как Тавия понял, что Рафаэл подходит ему. Но, видимо, внешне Рафаэл был похож на такого же еврея, или одет был, как еврей. Ну, то есть, понятно. И позвал он, вошел и приветствовали друг друга. Тавид сказал, скажи мне, брат, из какого ты колена, из какого рода, обратите внимание, что они обращаются друг к другу, брат. То есть, вот это понимание, что все евреи братья, братья, потому что они происходят от Авраама, ну и братья, потому что они верят в одного бога. Он отвечал, колена рода ты ищешь, или наемника, который пошел бы с сыном-то им. И сказал ему Тавид, брат, мне хочется знать род твой имя-то. Он сказал, я Азария из рода Анании Великого, из братьев твоих. Значит, вот что интересно, ведь Рафаэл все время скрывает, кто он. И он отвечает, вот обратите внимание, он отвечает так, не лжет, но не открывает полной правды, потому что вот его спрашивают о колене. Он говорит, а какая разница, с какого я колена? Естественно, как Ангел, он ни с какого колена. Его спрашивают о имени, он называет свой псевдоним, но этот псевдоним говорящий. Сейчас мы разберем, что это имя значит. И говорит, а я из ваших братьев. Почему? Потому что он их единоверец. То есть он как бы, как это понимает Тавид и Тавид? Ты наш брат, значит, ты еврей. А что имеет в виду Ангел? Он говорит, я ваш брат по вере, не по крови, а по вере. Ну вот это Азария и род Анания, это имена говорящие, они означают Божья помощь и Божья милость. И как бы ты просил Божьей помощи, вот я явился. А почему? А потому что Бог милости. Вот поэтому здесь эти имена. Тогда Тавид сказал, брат, иди, благополучно, и не гнивайся за меня за то, что я спросил о колене роде твоем. Ты доводишься, брат, брат мне, и честный, доброго рода. Я знал Ананию и Анафана, сыновей из семьи великого. Мы вместе ходили в Иерусалим на поклонение с первородными и десятинными земными произведениями, ибо не увлекались заблуждением братьев наших. Ты брат от хорошего корня. Значит, что здесь, на что славится? Значит, ну, Тавид ошибается, Рафаил его не поправляет. Он говорит, что вот у меня были знакомые, с которыми мы ходили на поклонение в Иерусалим. Давайте вспомним, чтобы была понятна эта фраза. Значит, когда единое еврейское государство распалось на две части, на северо, на юг, то в северном царстве стали неверно поклоняться истинному богу. На юге сохранили истинную веру, но те, кто остался в северном царстве, а Тавид был из колена Нафанаева, вот, то они ходили из своего колена для поклонения в Иерусалим. И поэтому, и поэтому вот здесь эта вот история, что они не увлекались заблуждением братьев наших. Хорошо. Но скажи мне, какую плату я должен дать тебе? Я дам тебе драхму на день и все необходимое для тебя и для сына моего. Ну, драхма или динарий – это сына обычного наемника. И еще прибавляться сверху этой платы, если благополучно возвратитесь. Так и условились. Тогда он сказал Тави, будь готов в путь и отправляйся благополучно. Ну и пятая глава оканчивается началом путешествия. И приготовил сын его нужное для пути. И сказал ему отец, иди с этим человеком, живущим же на небесах Бог, да Богу устроит путь ваш, и ангел его досопутствует вам. Здесь тоже так интересно. Тавид благословляет своего сына, говорит об ангеле, который будет помогать ему. И получается, это просто пожелание, молитва. Но она исполнится реально буквально, потому что Рафаэл-то – это ангел. Ну и обратите внимание, что ангел досопутствует вам. Мы можем сказать, что в это время, когда писалась книга Тавито, а возможно и даже раньше, у евреев сложилось представление об ангелах-хранителях. И отправились оба, и собака, юноши с ним. Ну, здесь тоже интересный момент, на него многие обращают внимание, про собаку. Отправляется человек, ангел и собака. И собака, которая с точки зрения иудаизма является животным, действительно нечистым. Однако ничего никак не повлияло на это путешествие. Значит, ну, кстати, обычно говорят, собака нечистая, кошка чистая. Нет, и с точки зрения Ветхого Завета и кошка тоже нечистая. Но в данном случае собака, несмотря на свою нечистоту, она идет с этими людьми. Небольшое отвлечение, чтобы было понятно, что значит нечистое животное. Нечистое животное – это животное, которое нельзя было приносить жертву, нельзя было есть. Однако этими животными можно было пользоваться. Например, если мы возьмем лошадь, то лошадь, она вообще нечистая животное. И осел нечистая животное, потому что у них неразвоенные копыта, и жвачку они не жуют. То есть вот нечистая животное. Но на лошади можно было ездить, возить какие-то грузы, и от этого ни грузы, ни человек не становились нечистыми. Собака – нечистая животное. Однако собаку можно было как-то держать. Хотя в те времена так особо евреи собак не держали. Впрочем, неизвестно, держали ли они кошек. Но это не означает, что собак не могло быть. Собаки использовались для охраны, а кошки, если все-таки они их держали, мыши ловили. Поэтому только их нельзя было есть и приносить жертву. Анна, мать его, заплакала и сказала Тавиту. Зачем ты отпустил сына нашего? Не он ли был опорой рук наших, когда входил и выходил пред нами? Ну, здесь понятно переживание матери, потому что это Тави, это единственный ее сын. Не предпочитаясь серебра серебру, пусть оно будет как ссор в сравнении с сыном нашим. Ну, понятно, как переживает мать. Ибо сколько Господом определён нам жить, на это у нас довольно есть. Тавид сказала, не печалься, сестра. Он придет здоровым, и глаза-то увидят его. Ибо ему будет сопутствовать добрый ангел. Путь его будет благоуспешен и возвратится здоровым. Почему Тавид обращается к своей жене сестра? Потому что она, ну, во-первых, она из его рода, но даже дело не в этом. Она с ним одной веры. Во второй главе жена в сердцах бросила, что вот где твоя милостыня, вот ты получил за свои благодеяния. Однако, скорее всего, Тавид понимает, что здесь просто сказалась горечь, обида, усталость, бедность. Но и она все равно остается его женою и единомышленницей. Ну, и он снова говорит о том, что ему, то есть Тави, будет сопутствовать ангел. Все это будет хорошо, все это получится. Понятно, что здесь Тавид говорит просто, ну, вот, ну, как любой человек скажет, там, ангела-хранителя, там, счастливо добраться, счастливо вернуться. Все это понятно. Но тут получается, что Тавид даже может немножко сказать, что он пророчествует, что с ним будет ангел, действительно, Рафаил ангел, его путь благоуспешен. Да, путь благоуспешен, он вернется, все будет хорошо, но об этом уже в следующих главах. Мы с вами дочитали пятую главу. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...